ну первым делом перед запуском нужно проверить масло для этого есть щуп и вот здесь масло должно быть минимальным и максимальным уровнем сейчас я понять честно говоря не могу вариантов у меня уже было очень много когда я запускал новый девайс без масла поэтому откручу кнопку слива масла посмотрю если там масло слива масла сразу скажу что нужно поставить вот и культиватор так чтобы он стоял ровно когда вы по крайней мере точно проверите масло он не должен наклонен быть и масла нет прочитав инструкцию по эксплуатации в этот двигатель влезает 600 миллилитров масла но самое главное что масло должно быть четырех так для его заливки мы используем вот такую специальную воронку но сначала закрываем сливную горловину у себя в загашниках нашел как раз 0,6 литра масла для четырех так как и рекомендовано производить ну вот в такой воронке заливаем 0,6 литра масла каждый раз рекомендует производитель проверять состояние фильтра воздушного я думаю на новом здесь ничего страшного в нем не будет но на будущее как бы каждые 25 часов работы рекомендуется промывать мыльной водой и дальше сушить и смазывать немножко маслом воздушный фильтр расположен вот это и есть воздушный фильтр рекомендует производитель проверять зазор для свеча зажигания сейчас на новой свече это делать не буду вот но при любой работе двигателем обслуживание рекомендуется снять все-таки свечи контракт подвигатель случайно не завелся и не поехал на нас вот и делаем пока обратно ну что у нас получилось только заправить бензин вылезает 3,6 литра бензина выливает полный бас от них потребуется бензин и ниже АИ-92 переводим зажигание на ОМ открываем топливный кран в крайне правое положение как он сейчас у нас и сделан дальше устанавливаем рычаг воздушной заслонки в крайне левое положение на подсос переводим рычаг брусильные заслонки в положение максимально или старт есть переводим рычаг дергаем через 10-40 секунд после прогрева переводим датчик в это положение в крайне левое в крайне правое и все можно работать не если вы на не не Редактор субтитров А.Семкин